Харе Кришна здесь говорят, да? Можно говорить, Харе Кришна здесь безопасно. В ведах описывается цивилизованная жизнь. Ну, как она есть, что это вообще означает. И есть также пути к достижению цивилизации. И какие-то места, они могут считаться цивилизованными, какие-то в процессе, какие-то нецивилизованные. Есть разнообразие. Что же такое цивилизация? С чего начинается цивилизация? Не всякое общество цивилизовано. Есть современные представления об этом цивилизации. Например, там, где есть электрическая энергия, говорят, это цивилизация или есть образование, где получают профессиональное образование, могут организовывать общество, достигать экономических каких-то результатов цивилизации. Ну, какие-то есть стандарты цивилизации, европейской, западной цивилизации, восток, вот восток, он другой. И представление тоже об этом другое. Цивилизация — это место, где развивается личность с точки зрения востока. Не технологии, а личность. То есть нет необходимости в развитии технологий, считают мудрецы. Почему формула такая? Комфорт отвратительно, они говорят. Вот это восток. Запад, наоборот, стремится к комфорту. Поэтому Киплинг говорил об этом так, что запад — это запад, восток — это восток. Они никогда не встретятся. Несовместимые. Две цивилизации, два разных противоположных направлениях развиваются. И другая точка зрения, на это даётся две позиции в жизни человека. Всего существует, любого. Две позиции. Го-даса и го-свами. Вот место, где мы находимся, это место паломничества, здесь позиция го-свами. Го означает чувство, и свами — хозяин. То есть здесь необходимо контролировать чувство, занять позицию контролирующего свои чувства, себя. Себя держать в руках нужно. Свои желания, свой характер, свои привычки, свои мнения. Вот это всё своё. Здесь я держу под контролем, чтобы услышать что-то другое, более важное, более ценное. Это го-свами. Человек, контролирующий чувства, способен контролировать других, управлять жизненной силой. Да йога. И есть другие места, где позиция го-даса. Это вот обычно западный мир, го-даса, значит, го-это чувство даст слуга. То есть там человек служит своим чувствам. Поэтому постоянно меняются какие-то законы, конституции, перевороты, правила, чувства, потому что меняются тоже. Переворота чувств, пресечения. Можем сегодня установить, всё хорошо, как нам нравится, но через очень короткое время мы привыкнем, пресытимся тем, что есть. Нам будет этого мало. Мы захотим что-то ещё. И это называется мода. На санскрите слово мода переводится как чувственное наслаждение. То есть когда чувство устает от одного, нужно что-то другое. Мы уже и так жили, и так жили, и коммунистами, и капиталистами были, и что только мы не переворачивали, это мир, и всё. Не нравится до конца, нет удовлетворения. И вот цивилизация начинается с удовлетворения внутреннего человека. Для чувств невозможно предоставить такой среды, пока человек не обучится их контролировать, не научится быть довольным тем, что имеет. Вот есть муж, достаточно одного. Есть жена, достаточно одной. Не нужно искать и смотреть куда-то ещё, контролируйте чувства. Это цивилизация. Есть дети вот такие, надо их воспитывать, надо что-то сделать, душу вложить туда нужно, нужно одухотворить всё, что мы связаны с близкими людьми, с обществом. Вот этот смысл. И начинается цивилизованная жизнь, четыре ступени есть. Начинается с дхармой. Перевода точного нету, этого слова там много эквивалентов. Одно из общих значений — религия, но не совсем точная. Можно перевести как религия религиозные заповеди. Правила предписания. То есть цивилизация начинается с правил цивилизованной жизни. Или как в йоге говорят, яма-не-яма. Это вот первые две ступени нужно осуществить. Что благоприятно для йоги, что неблагоприятно. Всё, что благоприятно, принимаю. Всё, что неблагоприятно, отвергаю. Яма-не-яма. Это можно встретить в десятих заповедях библейских, какие-то регулирующие принципы. Также здесь другие священные писания, как Коран. и в федических книгах тоже начинается цивилизация с того, что даются правила предписания. Что такое хорошо, что такое плохо, давайте жить вот по этим правилам. Но это не точное слово. Это было бы, наверное, слишком, ну, примитивно жить просто по правилам без вкуса. Кому нужно просто правила предписания? Нам нужна полноценная жизнь тоже. Поэтому дхарма не только религия. Дхарма означает свойство, качество. На что нам нужно? Высококачественная жизнь. Дхарма нужна. Вот если человек учитель, он должен быть высококачественным учителем. Это уже вкусно. Это ему уже нравится. Вот он доктор. Высококачественная. Это дхарма. Он обязан быть хорошим доктором, если называть себя доктором. Он мать. Кто-то мать, хорошая мать. Отец хороший отец. Любовь высокого качества. Все только высокого качества. Это дхарма. Не просто. Распределили роли, но забыли про качество. Доктора не очень хорошие. Любовь как-то на время только. Как-то вот с качеством у нас. Дхарма значит качество. Качество означает свойство, как камень. Он твердый, это дхарма. Это его свойство. Мы можем строить дом на этой дхарме. Но если он то твердый, то мягкий, мы не можем ничего с ним сделать. Уже не годится этот материал для строительства. Та же человек, если он неустойчивый муж, жена, допустим, профессионал какой-то, сегодня хорошо сидел, завтра ему не нравится, уже ничего не хочет делать. Сегодня полюбил, завтра разлюбил. Вот это не цивилизованное общество называется. Не контролирует чувства, неустойчив, не твердый в своем исполнении долга. Дхармы, религии нет. Сегодня он праведник, завтра он уже грешник, и все это чередуется у него всю жизнь. Каждому утвердится в этом все. И вот это слово религия, оно сбивает с толку сегодня. Масса людей сбивает с толку. То есть мы уже как бы давно отошли от религии, сейчас снова вернулись к религии, но многое забыли. Что же такое на самом деле религия? Если это свойство, то свойство чего? Религия. Она что, приносится извне, откуда насаждается откуда-то? То христиане, то мусульмане, то кришнеиды, каждый насаждает что-то свое. Что это такое вообще? Зачем так много сект, так много всего этого религиозных групп, разнообразия, зачем они все еще при этом не могут договориться? Где же истина? Говорят, что истина у нас у всех. Так вот нужно подлинно верить. Что же такое тхарма души? Мы забыли, мы говорим о религии, мы забыли, что такое душа, личность, что такое Бог. А Бог выше религии. Сейчас телегу поставили вперед, а лошадь назад. Религию поставили вперед, а Бога назад. А Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу, говорится, все наоборот. Нам нужно лошадь поставить впереди телеги. То есть цель всех религий так или иначе обрести любовь к Богу, то есть Бог. Об этом нужно еще думать. Вот это отсюда исходит наша тхарма вечная. Служение Богу, это наша вечная деятельность. Вот посмотрите внимательно, вот это вот тоже не давайте рассмотрим. Это не что-то придуманное. Мы увидим, что так оно и есть, потому что мы все злуги. Мы не можем без служения. Муж служит жене, жена служит мужу, дети служат родителям, все взаимно связано с служением. Другого нет, другой связи нет. Все. Неважно, мусульмане вы, христиане. Религия может меняться. Можно поменять религии, можно отказаться от религии. А вот эта вот вечная тхарма, свойство души. Служение не меняется. Я как атеист предложил все равно служить. Стране, кому-то еще, своим чувством. Служение нельзя оторвать от жизни. Как только вы влюбляетесь в кого-то, вы сразу начинаете служить спонтанно. И вам это нравится. Но если кого-то называть слуга, нам не нравится. Я не слуга. Я хочу быть господином. Я хочу быть главным. Ну, может быть, не самым главным. Хорошо, я скромный человек. Но не последним. Не хуже других. Я становлюсь не хуже других, потому что лучше других, а потом еще лучше. Потом я хочу как-то стать Богом, понимаете, с развитием вот этой вот технологии. Стремление стать Богом, покорить природу хочу. Человек, вот он такой. Хочет стать Богом. Это называется адхарма, ложная религия. Слово «стать Богом» нелогичное выражение. Бог — это вечная позиция. Он всегда Бог. Ему нужно становиться Богом. Он никогда не перестает быть Богом. Если мы не Бог сейчас, но становимся Богом, это нелогично. Это вечная понятия. И душа, личность. Отдельный разговор. Дхарма, если мы следуем вот этому принципу служения, постоянно будет цивилизация. Служение — это цивилизация. Слуга лучше из людей, говорится, не господин. Господин отвратителен. Привлекателен царь-слуга и отвратительен слуга, который пытается царить. Это отвратительно. Служение делает нас внимательными, квалифицированными, быстрыми, чуткими. Умение слушать, умение говорить. Все развивается. Только через служение. Нас заставляют служить родителей, чтобы чему-то научить. Без служения мы не можем научиться. Как только мы оказываем бунт, прекращается наша школа. Как только мы хотим себя, себя, себя утвердить, свое мнение, отказаться от всех авторитетов, все заканчивается. Мы приезжаем в Индию. Почему? Потому что здесь хранятся тысячелетние традиции. Как им удалось? Служение. Где-то сохранено еще вот эта вот струя служения. Только за этим духом мы сюда приезжаем больше. Мы не хотим стать индусами. Нам достаточно того, что мы русские. Нам не нужна индусская религия. Нам нужно осознание. И в любом месте, где оно есть, мы можем поехать туда и взять его. Где бы оно ни было, в Индии, или в России, или в Америке. И на Северном полюсе это не имеет ни малейшего значения. Лекарство, которое нам помогает, я не буду спрашивать, откуда оно. Из Индии, или не из Индии, или из России, или из православной русской церкви. Помогает и упрямая. Это наука. Это не религия. Итак, вот это служение. Если человек становится на путь служения, если все люди становятся представители на путь служения, следующая ступень автоматически достигается. Что это за ступень цивилизации? Следующая ступень. Это лишь первая ступень тхарма, в которой мы еще не разобрались, как цивилизованные люди. Забыли о Боге и о душе. Мы говорим, это не научно, это не познаваемо. Нет, это познаваемо. Это научно. Нужно знать метод. Метод утрачен. Качество. Душа обладает качествами. Нужно постичь все качества. Развивайте качество. Только таким путем можно осознать душу. Теоретически невозможно. Что-то можно, что-то нет. Душа невообразима за пределами воображения. Называется, очиньте нас, искрите. Непостижимы. Вы не можете увидеть, представить, как-то вот так вот вообразить, придумать. Она просто существует, как факт. А вот что это? Это чудо, как говорится. Даже когда вы увидите глазами, вы все равно объяснить не сможете это. Это душа. А еще и сверхдуша одна. Если душ так много и не сосчитать, то сверхдуша одна на всех. Это все объединяющая разумная сила. Представьте, это вселенская религия. Не русская религия, не индийская религия, не американская религия, не какая-то локальная, а вселенская религия, охватывающая творение. Это Пуран описывает. Задолго до того, как появились все эти наши представления современные о мире. Уже все это было описано. Это вечное знание. Душа вечная, эти законы никогда не меняются. Они вечно незыблемы. Следующая ступень артха. Экономический прогресс, процветание. Все, что для этого нужно, честный труд. Все. Честное исполнение своих обязанностей. Будет процветание. Все эти наши кризисы говорят, ах, кризисы. Что такое кризис? Кто его придумал? Как он выглядит, этот кризис? Это же делает человек. А как он это делает? А почему он не хочет кризиса, а он получается? Это делает жадность. Вот и кризис. Все же очень просто. Не потому, что там дисбаланс капитала или нет рынка сбыта или там еще что-то в этом духе. То есть производство потребления как-то, знаете, не совпадают. Это главное в нашей системе современной. Производство потребления наладить. Есть производство, но нужно потребление. Если нет потребления, то и производство не помогает. Если есть потребность, то нужно производство. Это эти две вещи обязательно нужны. И вы должны, обязаны что-то потреблять и что-то производить. Иначе страна не развивается. Она развивается до каких-то пределов таким путем, а потом не хватает рынка сбыта, и нужно идти захватывать что-то. Это жадность. Потому что настоящее экономическое председание подразумевает, что все, каждый человек обретает желаемое. И вот тут интересно. Сейчас люди все хотят стать богатыми. Нет. Я вас уверяю. Никто, это редкие люди должны быть богатыми. Не нужно всем быть богатыми. Нужно всем быть счастливыми. А поскольку мы не защищены, и только деньги защищают нас, мы знаем, что нам нужны все деньги, чтобы защитить себя. Не потому, что мы богатые люди по призванию. Прежде всего, люди по призванию не богатые. Им не нужно богатство. Им нужно счастье. Простая жизнь – счастье. Возвышенное мышление. Богатые нужны для того, чтобы поддерживать экономические ресурсы, движения в обществе. Это вайщи делают. Специально предназначены для этой природы люди. Дхарма у них такая. Это не престиж богатства. Это природа. Духовная жизнь в Индии – что такое? Можно принять отреченный образ жизни. Саньясу вообще никаких денег не нужно. Люди не стремятся к ним. Духовно. Они знают законы счастья. Духовно, другие. Западный мир с ума сошел. Если у вас нет денег, то вы не выживете. Просто не выживете. Потому что вы живете в мире жадности. Никто о вас не поможет. Никто о вас не позаботится. Вы должны сами зарабатывать себе. В джунглях есть больше шанса выжить, чем в современном Нью-Йорке без денег. Когда один гуру приехал в Америку в прошлом веке, он так и сказал. В джунглях, говорит, легче выжить. Там вы не умрете с голоду. А в Нью-Йорке вы умрете с голоду на улице, если у вас нет денег. Вот что творит человек. Поэтому, если честный труд, и каждый следует своей дхарме, и развивает качество, совершенствуется своей дхарме, своей деятельности, своем призвании, экономика процветает само по себе изобилия. Если все деньги распределить достаточным образом, не будет бедности. Если ресурсы распределить правильным образом, не будет бедности. Но как распределить ресурсы, вот это вопрос. Капиталистам не удается. Их свергают, коммунисты попытались, тоже не получилось. Жадность, зависть, что с этим делать? Вот какая проблема. Поэтому дхарма освобождает от зависти, от жадности, естественно, люди процветают. Экономика сама по себе развивается. И вот когда экономика развита, третья ступень цивилизации достигается. Выше этого. Кама. Кама означает счастье. В западном мире кама это слово знает только с точки зрения похоти. Но нет, не только. Есть воздушные формы камы. Цивилизованные. Самое высшее счастье в этом мире наслаждаться своим добрым именем. доброй славой. Что ты великого сделал в этом мире? Вот это кама настоящая. Что ты сделал великого для людей? Вот как люди любят тебя, смотри, как они тебя уважают. За что? А есть за что. Ты на самом деле человек с большой буквы. Ты потрясающие, великие вещи. Ты развиваешь бескорыстную деятельность. Есть такие меценаты, их помню до сих пор и через столетия, которые основывали русский балет, как Дягирев, допустим, и Третьяков, который галерию организовал. Это благодаря некоторым людям, которые что-то спонсировали, что-то отдавали, что-то заботились. Их единица в истории. Сейчас. А в цивилизованном обществе каждый меценат для кого-то, каждый человек что-то для другого делает от сердца. Призвание такое. Это любовь, это служение, это не господство. Это тарма, ардха, кама. И когда человек уже исчерпал все эти наслаждения, самые возвышенные в этом мире, достиг всего, вот тогда он задумывается о четвертой и высшей ступени. Мокша, освобождение. Вот это душа. Видите, какой красивый путь к душе идет, да? Прекрасный путь. Но мы сегодня знаем немножко другую сторону. Наверное, люди приходят к Богу ну, с забитой горем. Чаще всего так. Потерявшие там близких людей, потерявшие, может быть, свои деньги, они в трубу там вылетели, несчастье испытали серьезное. Вот они идут и молятся, а куда им еще идти? С ними все понятно. Это религия для таких несчастных людей. Нет, Бога, вот эти говорится, четыре категории приходят к Богу. Не только люди нуждающиеся, в деньгах и страдающие, но еще любознательные и ищущие абсолютную истину. Вот те, кто исчерпал весь свой запас счастья материального, счастья, он становится ищущим абсолютную истину. Выше еще подняться. Что любое материальное счастье не удовлетворяет человека, даже самое возвышенное. Душу не удовлетворит никаким количеством, ни денег, нет таких материальных ресурсов для души, ничем не удовлетвориться. Дайте ему хоть всю планету, хоть другие планеты уже хотят полететь, осваивать. И все равно, недоволен человеком. Был такой демон Херани Кашипо, описывается в Пуранах, который захватил Вселенную. Это было очень давно, он удовлетворил. Ему предложило все, но он не знал мира в душе, он был раздражен всегда, излобный. Го Даса никогда не удовлетворил свои чувства. Нужно оставить Го с вами. Когда чувства отрегулированы, вот мы едем в паломничество, зачем, что пожить регулируемой жизнью, другой. Вот рано подниматься, скажем, для чего? Чтобы пойти заниматься медитацией, йогой, с этого начать день. Читаем священные книги, посещаем святые места, принимаем только пищу освященную, вегетарианскую, то есть есть свои ограничения, мы обследуем вот в это время, всего несколько дней. Для чего? И мы сможем что-то чувствовать другое, сопредельное, что раньше не чувствовать. Получаем опыт. «Раджа види, раджа гухим, по ветрам и дам утамам, протягши вагам, тармям, шишукам, карзам, авиям». Гита говорит, это знание, царь знания, раджа види, раджа гухим, раджа види, царь знания. «По ветрам и дам утамам, чистейшее знание». Чистейшее знание. То есть, в оскверненном сознании очень сложно понять эти вещи. Почему нужно вегетарианство, почему нужно отказаться от интоксикации, почему это нужно яма-не-яма, почему-то правила предписания, что плохие вещи устранить, которые блокируют наше сознание. Наши тонкие чувства, тонкие ткани мозга. Тонкие есть формы восприятия, утраченные в этом, как бы, нашем грубом, вульгарном образе жизнью западным. Достаточно просто видеть постоянно полуобнаженных женщин, чтобы блок в сознании наступил. Правда, правда. Западная цивилизация без сознания не может. Они везде повсюду. Вот таким образом людей привлекают к тому или иному товару, что-то еще. Кругом используют эти вот картинки, какие-то намеки. Люди, оп-оп-оп, как вы знаете, «БК» говорит. Очень трудно усмирить, он же сильный. А нет, не трудно, знаете, нужно просто знать. Берете кольцо, продеваете ему в ноздрю. И все. Очень болезненно. Очень тонкая ткань. И вот вы легкое движение делаете, и это масса мускулов идет за вами покорно. Вот эти тонкие места должны быть под защитой нашей. Эти сексуальные энергии, потом интоксикации, когда человек принимает, когда думает регулярно о женщинах, о деньгах, о карьере, о славе. вот эти самые тонкие места, и мы теряем эту духовную силу, могущество. Теряем волю. Вроде бы и хочется напознать что-то возвышенное, а нет сил, понимаете. Вот тянет меня вот тут за это кольцо, вот это вожделение, вот мне все равно иду туда, в эту сторону. На меня влияет все это. Я не могу контролировать свои чувства. Это главная проблема современного мира, западного, продвинутого, так сказать. Многие женщины знают, что муж не контролирует чувства. Ну, значит, вы другая женщина. Еще какая-то женщина появится. Обязательно. Жена не контролирует чувства, точно какой-то любовник появится. Это точно будет. Чувства уведут, не сможешь она. Но в ведической культуре муж и жена контролируют чувства друг друга. Хорошо, ты не можешь контролировать сам свои чувства, вот тебе жена. Она на тебя посмотрит и никуда не пойдешь. Ты куда сверлся? Да нет, никуда не сверлся. Я не хотел даже, не думаю, что тебе показалось. Это вечно что-то кажется. Это не глупость у тебя на уме вообще. Там он защищается таким. Нет, я чист, я чист. У меня нет, у меня мыслей даже этого нет. Но жена чувствует. Это одно тело муж и жена. Она дается для контроля. От чего защитить нужно мужчину? От незаконного секса. Так же и женщины защищают незаконного секса мужа. Это брак называется. А иначе смысла нет в браке. Там нужно быть верность и чистота. А почему, зачем она нужна? Мы, может быть, на двери друг другу. А дети? Ну, может быть, неужели плевать на детей в современном мире? Ничего, и так нормально выживут. Привыкнут к другому папе, к другой маме. Мы смиряемся с этим. У нас есть смирение. Но неверное направление направлено. То есть, наша культура сейчас настолько искаженная, настолько она изуродована в каком-то смысле. Семейная культура. Потому что религия зирчится в семье, говорится именно. А человек, вы можете мнение иметь точно только потому, как он живет в семейной жизни. Не как он работает, не как он зарабатывает деньги, не как он выглядит в обществе, а как он живет в семье. Культура вот там. Там религия. Там он как есть проявляется в семье, в семейной культуре. Я вам скажу одну вещь, что вот видишь в те времена цивилизованного общества. Отец это был духовный учитель. в своей семье. Мать была духовным учительом своих детей. Это была преемственность нерушимая, а они не могли посрамить своих предков. Там были четкие, мощные традиции. Династии существовали. Здесь еще люди поймут, о чем мы говорим. Здесь что-то не все еще утрачено. Есть парампора, есть преемственность. Почему мы сюда приезжаем? Есть парампора. Не разрушена. Есть эта цепочка, знаете, учителей, которая с древних времен изначально она существует в нынешний день, не разрушена. Во многих местах уже прерывно разорвана на части. Поэтому вроде мы знаем религию, священное писание, а сил нет. Нет канала парампора, преемственности, от кого я могу получить эту силу духовную, контролировать чувства. Нужен для этого гуру, который даст эту силу, эту способность. То есть даст такую внутреннюю энергию, при помощи которой вы можете это делать. Так как мать посылает ребенка в магазин, но и дает ему одновременно деньги. Он может купить. Но если она посылает в магазин без денег, странная ситуация. Мне придется либо своровать, либо что-то как-то еще, придумать что-то. Либо я просто не смогу это приобрести. И цель этого освобождения, освобождение от пороков, от невежества, стать личностью. Восстановить свои личные отношения с Богом. Когда есть духовные глаза, духовные уши, духовные запахи, вкусы и сиздания. Не биологически, интересные. Их нужно подготовить, чувства. Глаза нужно подготовить. Если мы не видим Бога, значит и глаза покрыты катарактой невежества. Бог повсюду. Вы не найдете такого места, где его нет. Он висущий. Он в сердце каждого существа и в ведре каждого атома говорит. Срывайся, чахан, хридица, не висше томатак, смритим, геном, а Богом, чахан. Шанствуют и убеждают. Великие святые знают об этом. И есть различные его энергии, проявления. Это очень как бы, ну, невообразимая личность Бога. Кстати говоря, Он личность. Мне один человек сказал, что Бог это энергия, простите меня. Если вы так думаете, то будут проблемы. В жизни будут серьезные проблемы. Он не энергия. Попытайтесь понять разницу между энергией и источником энергии. Это огромная разница. Это не энергия. Не все, что существует, можно называть энергией. Источник энергии это тот, кто обладает этой энергией. Это совсем другое. Вот это есть личность, которую нельзя описать словами. Любую энергию можно описать словами, потому что она имеет причинно-следственную связь, а личность изначально вы не можете описать с этой точки зрения. Она просто существует без причины. Без причин. У всего-то мере есть причина. Итак, я попытаюсь понять, что передо мной. Откуда? Ага, вот это из дерева. Тут дерево растет, там, потом оно высушивается, распиливается, можно сделать вот этот предмет. Я могу это исследовать в причинно-следственных связях. Душу невозможно разрезать и сушить, сжечь, смочить водой, растворить. Она нематериальна. Она изначально, она не создается, не разрушается, она вечно существует. Как? На палитре художника есть много оттенков, которые он смешивает из трех цветов. Если хотите получить зеленый, берите желтый и синий. Смешиваете градации, получите разные цветки зеленого. Если хотите получить оранжевый цвет, берите желтый и красный. И получается в смеси новое качество, видите, мы можем исследовать это. Но желтый вы не можете создать из ничего. Он просто должен существовать. Изначальная позиция. Красный и синий три изначальных цвета. Так же, как в этом мире есть три изначальные гунны, модуса. И в сочетании мы видим вот этот вот безгранично разнообразный мир, запутывающий. А всего из трех модусов состоит. Нам нужно изучить три предмета хорошо на практике, для чего нужно вот эта яма, не яма, чтобы изучить вот эти модусы и выбрать в правильный модус. Не все в этом мире полезно для нас. Есть вещи очень плохие, разрушающие наше сознание, нашу жизнь. А есть вещи наоборот, восстанавливающие нас, поднимающие до мокши освобождения. Рессантва гуна поднимает вверх, там гуна сбрасывает вниз до адских уровней. А раджи заставляет бороться, бороться и бороться со справедливость вечно в этом мире. И воевать. Это раджис. Вот человек в треугунах материальной природы. Кто-то тупо проводит свою жизнь бездумно, кто-то в раджисе пытается что-то достичь, добиться, завоевать, захватить, даже богатеть, конкурирует. Есть также просветленные, поэтому люди разные, мы так до сих пор не можем понять, что такое человек, в чем его дхарма. Он разный, разный, разный. Он есть и скотина-человек, есть и святой человек. Очень слово запутанное, но это лишь разные гуны, влияющие на человека. Это особенно человек, что может превращаться. Вот собака, она собака, всю жизнь собака, она не превращается в кого-то еще. А человек в течение своей жизни может менять свою природу, соприкаскиваться с разными гунами, поскольку есть свобода выбора. Вот это у нас опасное положение. Леонард Эдвинтич, когда писал «Тайную вечерю» известную, у него была трудная задача изобразить Иисуса, а он не так просто. Он не просто мессия, пророк, знаете, он молодой пророк, вот в чем дело. Очень сложно найти такое сочетание молодого и такой красивого юноши, но тем не менее это уже Иисус Христос. Что-то божественное попробуйте изобразить такое. Ну что-то божественное обычно изображают, что такое старца с длинной бородой, длинной одежды, пожившего, знаете, пережившего многое. Вот люди смотрят и да, вот это вот, научите, вот это какой-то пророк. Следы аскезы. А тут 33 года, боже мой. Юноша еще, можно сказать. Совершенно молодой человек. До 40 лет считается молодой человек. Но уже, да, пророк такого уровня, смотрите. И поэтому Леонардо очень мучился и где-то года полтора он искал прототип. Заказчики давили на него уже, терпения не имели. Однажды в храме он увидел и юноши, хор юноши, хоралы, псалмы какие-то. Он был потрясен одним образом. Одного юноши, удивительно одухотворенное лицо, он был молодым. Он пригласил его в мастерскую и сделал с него портрет. Ну и посчитал, что он был самым трудным, задачей, остальным было легко. Но он ошибся, Леонардо да Винчи. Образ Иуды был сложнее. Он нашел, добрался до Иуды, понадобилось два с лишним года, чтобы разобраться с этим образом. Потому что это тоже один из апостолов, приближенных Иисус. Но он Иуда, понимаете, он предатель. Но как это соединить в одном образе вот эту, как бы, святость с этим пороком? Очень мучился этот художник. Соказчики давили. И однажды нашел со слугами, думая об этом образе, и в какой-то канаве он увидел мертвецки пьяного человека. Молодой, симпатичный и что-то есть в нем прекрасное одновременно вот эта вот печать порока алкоголя. О, это то, что мне нужно. Что образ Иуды, идеальный. Бессознательно, а его слуги взяли под руки и просто приволокли в мастерскую, садили как-то, не вменяя его. И Леонардо сделал быстро с него этот набросок образа. Но человек пришел в себя очень быстро. Оглядел, сказал, я здесь был уже два года назад. Меня художник пригласил писать мне вот этот портрет. Вон он я. Это была одна и та же личность. В кого мы превращаемся? Мы превращаемся, поймите, соприкасаясь с гунами, с пищей, с людьми, с мнениями, с обидами. В этой жизни мы накапливаем много негативной информации, мы с ней соприкасаемся и мы превращаемся в людей, у которых нет веры. Есть постоянные сомнения во всем. но сомневаюсь, что душа не может в этом мире быть счастливой никогда. Если мы всем историю мира скажем хорошо, есть пророки, их тысячи лет знают, не забывают. Почему? Почему такая память о них? Потому что они говорят о вечном, ни о чем другом. Вот они вечно в памяти истории остаются. они утвердили с вечности их создание такого. Они не преследовали ничего мирского, никакой выгоды, они не продавали религию, они шли на крест эти люди. Они знали, за что они жили, за что умирали. И в памяти навечно остается эта личность. Есть другие, которые не говорят о вечном, но говорят, что актуально сегодня, скажем. Они говорят, что сейчас есть несправедливость, давайте с ней бороться. Вот такой изм я предлагаю. Вот есть такой изм, а я вот такой изм говорю, потому что я против эксплуатации вот этого насилия, вот мы должны перестроить общество, давайте соберемся, сделаем революцию. Да, их тоже знают. Почему? Почему их знают этих людей? Время меняется, их тоже забывают, но знают только потому, что они свою жизнь посвятили без сомнения этому. Единственная причина, что они посвятили свою жизнь чему-то до конца. Они уже герои. Основная же масса людей ничему жизни не посвящает. Ни вечному, ни актуальному. Эта масса называется сомневающийся. Они во все верят. По чуть-чуть. Ничему не следует. А этот читал, это знаю, и то знаю. Просто картинки смотрят там, 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 деньги зарабатывают, прячут деньги, где есть живут. Там смотрят из окна. Что там у кого? Ой, какая машина. У меня такой нет. Хочу. Вся их жизнь проходит. Их никто не будет знать никогда. Как говорят великие, они в бесславии живут. бесполезной жизнью. У них не будет даже доброго имени настоящего. Но это говорят. Человека настраивают на великую жизнь. Это же человек. А не просто какое-то живое существо. Это что-то значительное в природе. Это вклад достичь человеческой формы жизни. Это редкость. Знаете, сколько вокруг живых существ. Боже, мы их миллиарды вокруг нас, пока мы здесь сидим. Низший форм жизни. Деревья, насекомые, сколько здесь. Сколько бактерий. Вы идете по лесу на площади вашего следа 30 сантиметров глубины 20 тысяч живых существ. 20 тысяч живых существ. Вот только вот на этом. Это вся земля пронизана всем этим. Даже в огне, в плазме живые существа есть. И в безвоздушном пространстве везде есть различные формы жизни. Потому что душа, она не нуждается ни в воздухе, она просто различные формы жизни есть. Из эфира, на основании воздуха, из огня есть формы жизни. Здесь на воде жизнь наша построена. Но Вселенная вся заселена живыми существами. Человеческая форма жизни очень редка. Нас на Земле несколько миллиардов. Что такое сравнение? с другими внешними формами жизни. Как говорил Будда, представьте себе черепаху, которая всплывает со дна Атлантического океана. Вот так она всплывает. Вот таким вот серпантином всплывает наверх. А там шторм. Там большой шторм. И вот в этом шторме в волнах плавает такая деревянная крышка от бочки. Соответственно, от пробки сбоку. Вот ее молтает, швыряет этим. Шторм, а черепаха всплывает. спонтанно всплывает. И вот ей посетилось вынырнуть прямо вот в эту дырку в бочке во время шторма. Это вот шанс получить человеческую форму жизни. Ее легко утратить. Был симпозиум где-то в западном мире. Это, возможно, были начало 90-х годов. Я не помню. Довольно давно. С учеными. Где также были ведические ученые, представляли теорию реинкарнации. И, собственно, ученые хорошо на это скликнулись. Материалистичные ученые. На реинкарнации. Да, уже там Ауди исследовал какие-то вещи. Были показатели какие-то клинические смерти. Также был такой специальный фотоаппарат, где там очень огромные вот эту электрическую емкость использовали. Тонкое тело мог фиксировать. При выходе из тела фиксировали как-то выходит энергия. Они прямо фотографировали. Показывали, что вот энергия выходит. Это что-то происходит после смерти. Не просто человек исчезает и выходит энергия. Выходит что-то уходит. Вся энергия. Они это все как-то суммировали, обсудили и понравилось. О, реинкарнация замечательная. Мы будем жить в следующей жизни. Мы продолжим нашу деятельность наверное и так далее. Как они стали мечтать как-то позитивно настроились. Но потом им сказали, что на самом деле нет, не так, как вы думаете. Мы можем получить низшую форму жизни. Вот они это не приняли все с бунтами после этого. Симпозиум провалился, можно сказать. Но ученые с этим не согласились. Моя бабушка еще была живая и тоже сказала, она мне никогда о Боге не говорила. Это бабушка моя еще, знаете. Она говорит, ну раньше все верили. Я говорю, как все? У меня Бога вообще никто не в школе, нигде, не родители, все на этот счет просто, знаете, как воды в рот набирали. Ни одной церкви не было в том городе, где я жил на севере. Все про Бога ничего не слышали. Я говорю, бабушка, как все верили? Сейчас же никто не верит. Все говорят, ученые, учителя, школа там. Говорит, нет раньше все, у всех были иконы дома. А что потом было? Потом какие-то люди пришли, говорят, и сказали, это провокация, снимайте иконы, Бога нет. Ну мы сняли. Мы не знали, мы верили в невежество. Я говорю, так знаешь, здесь же душа, вот она после смерти не умирает. А что с ней? Бабушка говорит, ну как, говорит, вот я как думаю, ну вот, я, говорит, умру, меня-то закопают, а душа куда-то уйдет. Так бабушка говорит, не душа уйдет, ты уйдешь, а тело закопают. Ну это же как одежду, ты снимаешь, ты же выбрасываешь, ты же уходишь, тебя не закопают, тело закопают, а ты же душа, ты же не тело, вот ты есть душа, ты уйдешь просто. Да, я же сказала. А что ж такое душа? Душа, она может в любом живом существе, я посмотрю, вот все формы жизни. Ты можешь стать после смерти в любое тело войти, по закону кармы. Да что ты? Я комаром что ли могу? Говорю, да, да, на двери стань у тебя. Все, на этом все закончилось. Нет, ну это я никак не могу прийти, комаром найти на этом, оскорбление. И вы на самом деле думаете, что комара нет души? Он такой маленький, как эта там душа, Та же самая душа, что интересно. Поэтому, говорится, смиренный мудрец видит одними глазами все, любое живое существо, если есть духовное видение, зрение, равно как к любому живому существу относится и к комару, и к дереву, и к человеку, и к собаке, и к ученому, и к простому человеку. Вот это знание. Остальное дискриминация называется, конфликт, высокомерие. В Ясадеба записал веды. Можно только представить, что это был замудрец. Чего он достиг? Записал веды. Классифицировал то, что раньше не записывалось. Он смог записать. Этот В Ясадеб, этот мудрец, пришел на Куракшетру, когда там собралась братубийственная война мировая. Там было рассказано о Багавадиде. Но он пришел, как миротворец, призвать и сказать, что вы же все одна семья. Вы все братья. Бросьте оружие. Давайте жить в мире. В Ясадеб был великим авторитетом. Он призвал людей жить в благости, простить все это, забыть и жить по-человечески. По духовным принципам, согласно священным книгам. Все забудется, все восстановится, все будут счастливы. Но там Раджа царствовал. Раджа, тамосы невежества. И люди не услышали его. Даже те, кто были подчинены ему, как младшие, не согласились. Нет, они хотели убивать друг друга. Это уже такая политика, достигла такого предела, что они не мыслили вообще никакого мира. Нет, мы должны уничтожить все это. Но там были великие люди. В СССР сокрушался о них. Там был Пхишма, там был Дрон, это были великие учителя, старейшина Рода. Это были фундамент религии того времени. И он очень расстроенный, покидал поле битвы Курокшетра, не достигнув мира и успеха. И он уходил, он увидел какой-то паучок, перебегая дорогу. Он так старается, он бежит, переворачивается, спешит куда-то. Если Дэва, он знает язык всех живых существ. Мистик. Прошлое, настоящее будущее. Значит, он не писал эти веды. Там все пророчества, там все. Он сказал, куда ты так торопишься? Что у тебя там за срочные дела? Был расстроенный. Паучок Москва, разве ты не знаешь? Ты же мудрец. Разве ты не знаешь? Сейчас здесь проедет боевая колесница Аджуна с Кришной. Тут же умер, что не останется. Я бегу спасать свою семью. Ты? Беспокоишься о своей семье? Да никто этого не заметит. Никто даже не всплакнет. Не беспокойся, твоя жизнь значительная. Он думал, Абхиш Медрония. Он попал в страсть. Он стал высокомерным. Паучок это услышал. Подожди. Надменный мудрец. Да будет тебе известно, что у меня есть такая же семья, как у тебя. И есть дети, и есть чувства. Все то же самое. Абхиш Медрония сложил ладони и поклонился паучку. Ты мой учитель. Учиться можно даже у паучка. Вот это разум, вот это цивилизация. Не так, что ради человека одного мы убиваем другого, ради своей страны мы уничтожаем другие. Это на своем любовь и патриотизм. Это любовь? Это невежество и страсть. Это низшие модусы природы, в которые попадают люди. Массы, миллионы людей сейчас попадают в эти модусы. Очень опасно. А куда эти модусы ведут? Если человек умирает в модусе невежества, то он в животной форме жизни или в адские условия жизни падает. Следующий уже. Если в модусе страсти рождается снова человеком, чтобы продолжать борьбу. И лишь люди в гуне благости, в модусе благости достигают высших планет или еще высшего совершенства. Поэтому сейчас такая ситуация, что цивилизация фактически кончилась. Мы видим, что тонкие формы несчастья проникают. Это самое опасное. Психические проблемы у людей. Сейчас. У всех. Очень редко можно найти радостного человека сияющим лицом. Очень редко. А если он сияет, улыбается, смеется, то это точно ненормальный какой-то. При этом он еще трезвый. Это точно странный человек. Ну, когда они пьяны, веселятся, вот нормально. А так должны все быть серьезными, недоверчивыми, угрюмыми, спешащими куда-то, раздражительными. В пробках там вечно сидят. Там пробка, ты пробка, ты пробка. Все вы пробки. У меня на дороге одна помеха только от вас. Это наша цивилизация, которую мы создали. Настолько недальновидно, что мы делали машинные дороги, и мы даже не подумали, что будут пробки. Если мы сжигаем нефть, веды говорят, нефть используется для горения внутреннего огня. Если мы ее сожгем по-другому, Земля утратит свои свойства многие. Она может даже быть смещена с орбитой. Никто не знает устройства планеты. Современная наука не знает, как устройство планеты. Это лишь есть только гипотезы. Она ничего не знает ни о человеке, ни о земле, ни о смысле жизни, ни об источнике жизни. Она не знает главных вещей. Но она дает нам технологии, покупает нас этими игрушками, как аборигенов. Вот тебе телефончик. Говорим, ой, какой прогресс. И мы не замечаем, как мы тупее им тоже. Захватывает. Мы знаем, как с детьми сейчас сложно. Это наша проблема. Дети с этими телефонами, и все, вы не знаете, что с ними делать. А там чего только нет в интернете. Это современная религия, священное писание, там есть все, и грязь, и возвышенное, все, что хотите, но все смешивается на одном уровне, видите, разобраться, никто не может уже в этом всем. А мы считаем, что это прогресс, а мы запутаны, мы в сомнениях. А сомневающийся человек ничего не достигает в жизни. В Яваса и Атмика Бути Эке Гекуру Нандана Нужно сосредоточиться только на одном, не на многом, только одно нужно человеку. Марфа, Марфа, о многом ты заботишься, ведь только одно нужно человеку. Медитируйте на то, от чего получите все. Веды говорят об этом. Обратите любовь к Богу, все остальное приложится. Ничего на другом не думайте. Много ли вы можете побеспокоиться о себе, говорит Иисус Христос? Ну, добавьте себе, росту хотя бы на локоть тогда. Не можете, почему? Но сделайте себя богатыми, разумными, и вы не можете. Вы не знаете, где везет разум, где везет богатство. А это дается свыше. Это дар должен быть, чтобы везти разум, таланты, способности. Мы должны обрести удачу, а удача, путь к удаче, через бескорыстную деятельность, не через торговлю. Как только мы начинаем действовать ради собственной выгоды, мы сталкиваемся с огромными проблемами в жизни. А бескорыстная деятельность призывает удачу. При этом не требуется все делать бескорыстно. Начать нужно с чего? патрам, пушпам, палам, тоям, имя бахтя, праня, чади. Кришна говорит, дай мне просто цветок, листок, немножко воды, плод, достаточно, с любовью, и я это приму. Это цивилизация. Это великое действие, представьте, предложить Богу фрукт с любовью. это самая значительная будет часть нашей жизни, если мы это сделаем по-настоящему. Вот с этого момента все изменится. Очень просто. Но где-то любовь взять в сердце. Я когда что-то даю, я надеюсь, что я что-то получу уже, правильно? Да в крови у меня просто. Любви полно у нас к самому себе. О, я самый любимый. У одного купца было четыре жены. Первую жену любил больше всех. Обожал. Только на нее и смотрел. Кормил, одевался. Глаз не спускал. Не расставался ни на секунду с ней, ни днем, ни ночью. Которую жену тоже любил, но прятал от глаз чужих. Ну уж больно она была привлекательна. Боялся, что заберет кто-нибудь. Отобьет. Третью жену как друга принимал. У нее были какие-то даже свои дела и своя жизнь параллельная. Но когда нужно, она была рядом всегда очень верным спутником. Помогал. А про четвертую жену он вообще и забыл. Забыл, как ее зовут даже. Ничего ценного не видел. Настал день смерти этого купца. Человек понимает, что сейчас он должен покинуть все, что у него есть. Четырех жен, все свои богатства, уйти из этого мира. Неизвестность. А он обратился, сказал, любил мой жене. Я говорю, ты же меня не бросишь. Я ухожу в тумяной мир. Пойдем со мной. Мы с тобой одно целое. И я не мыслю без тебя, ни сего ты. На что сказала ему жена очень больные слова. Любимая жена сказала. Дорогой, ты был в иллюзии всю жизнь. Я всегда это видел. Между нами нет ничего общего. Как? Да? Вот ты сейчас подержишь в эту сторону, а я совершенно в другую сторону. У нас разные природы. Не надейся, что мы будем вместе вечно. Пришло время расстаться навсегда. О, как было больно это слышать от любимой жены. Он обратился в другую жену, а тебя тоже любил. Не бросай меня. Пойдем со мной. Нет, сказала, ты не зря меня прятал в чужий глаз. На меня давно уже глаз положили. Я уже знаю, куда я пойду после твоей смерти. Иди с миром своей дорогой. Может быть, ты, претезон, третьей жене. Нет, я приду и приду. Похороны, обряды все свершу, как друг я все сделаю. Ну, у меня же своя жизнь, ты же знаешь. Так было всегда. И плакал несчастный купец. От таких глубоких страданий и иллюзия разрушилась, он просто плакал и не знал, что ждет его впереди. И зачем он эту жену вообще прожил? Вдруг он слышал тихий голос, рядом. Я пойду с тобой. Ты кто? Я твоя четвертая жена, о которой ты забыл. Ты никогда не смотрел в мою сторону, я была всегда рядом с тобой. Я тебя никогда не брошу. Так вот, кого не убежал любить. Какой раково ошибку свяжил. Это притча, это Григория. Первая жена это тело человека, душа, хозяйка в этом теле. А тело это как жена. Все, что тело делает, душа повторяет за ней. Тело хочет есть, душа тоже есть вместе с ней. Тело смотрит туда, душа смотрит вместе с ней туда же. тело одевается, душа украшает ее, тоже участвует в этом. Но в моей смерти тело закапывает или сжигает душа, ничего общего не остается. Ужасная штука, ужасная краха. Чувства будут те же самые, как в этой притче. Чувства тоже самые. Это сказка, но у нее есть намек. Вторая жена, это богатство, золото и деньги. Да, надо прятать в жилах такую жену. Как только увидят, сразу захотят. Но после смерти эти деньги выйдут как бы в другую. Не останутся с нами. В этой жизни можно заработать миллионы долларов, в следующей жизни мы уже не снимем с отсчет эти деньги. Я помню, что в прошлой жизни вы дайте мне эти деньги плюс. Я из полиции вызвал, что за человек сейчас пришел. Вот другая подпись, другой фейс, со всем. Это не ваше деньги. это я работал в прошлой жизни. Нет, нет, никто не согласится с этим. Третья жена, это друзья, знакомые наши, добрые. У них своя жизнь. Они, когда нужно, идут, помогут до какой-то лишь степени. Четвертая жена, это душа. Близкий друг, сверхдуша, который всегда в сердце человека. Но мы никогда не смотрим в эту сторону. В течение жизни никогда даже не догадываемся, что старый добрый друг в сердце каждого живого существа. Он добрый друг каждому живому существу. Ближайший друг. Ближайший сердечный друг. Высший доброжелатель никогда не оставляет ни одно живое существо, ни в какой форме жизни идет за ним. И в сердце собаки есть Бог, и в сердце человека есть Бог тот же самый. Если мы сможем развить это сознание, мы видим везде Бога, как все действует на самом деле, мы видим истинную картину бытия. Вот это называется религия. Живая религия. Не путайте это с конфессиями, с группами, с убеждениями. Это все платформа материального разума, рассудка и концепции ума. Религия души это любовь ко всему живому. Без исключения. поэтому начинается процесс того, что мы отказываемся от плоти животных. Нужна практика. Теория красива, да? Но это нужно еще увидеть, осознать. Поэтому мы отказываемся от уводной пищи. Да, овощи тоже живые существа. Другого уровня, конечно, они. но Бхага в Дите говорится, что тот, кто ест даже вегетарианскую пищу, любую пищу, не предлагая Всевышнему поедает карму, грех. Даже вегетарианская пища греховная. Если она не освящена, человек должен жить только в священных условиях. Брак священен, рождение ребенка священное, пища священная. Пища формирует все в человеке. его мышление, его характер, тело состоит из пищи целиком. То качество модус пищи, который мы поедаем, тот модус мы приобретаем. Поэтому животное мстит за это убийство, когда мы поедаем его. Приобретаем качество забитого на бой не живого существа. С тем же адреналином, с теми же химическим составом стресса. Потому что они раздражительными борются злыми от мяса. Характер такой. То есть культура медсредов отличается от культуры вегетарианцев качественно. Но вегетарианцы это не предел. Освещённая пища вот что даёт настоящее мышление и ощущение жизни. Когда мы принимаем Кришна Прасад или Джаганат Прасад или Джаганат Хапури, мы сможем чувствовать это просветление. Просто кусочком пищи можно изменить свою жизнь, начать новую жизнь. Пища неотлична от Бога. Имя Бога неотлична от Бога говорится. Деяние Бога неотлична от Бога. Поэтому где двое трое во имя моё во имя досветится имя твоё. А в имени много говорится. Как могущество имя Бога. Это медитация на имена Бога. Это мантра. Молитва к ней нужно ещё подготовиться. Молитва у нас ещё нет квалификации для этого. Нужна мантра подготовка. Мантра очищает ум, подготавливает нас к общению с Богом. Молитва это уже общение. Мантра может быть и молитвой, но мантра само по себе она ман ум трает очищение для очищения ума и чувств. Имя Бога используется как средство и как цель. Средство очищения и цель любви у Бога. Она пробуждает любви у Бога. вибрация звука. Вначале было слово и слово было Богом. Слово было у Бога. все так начинается. И материальная жизнь создается материальными звуками, названиями, которые мы называем окружающими предметами, людей, событиями, качествами. Вот это все. Материальное сознание, материальная деятельность, материальное существование, карма. Это мир названий называется. Друг, враг. Это мы так называем. Нет друзей врагов здесь. Это наши выдумки. Наши чувства нас убеждают в этом. Один и тот же человек для кого-то друг, для кого-то враг. Так кто он? Все это относительно. А есть абсолютная истинка, где нет ни друзей, ни врагов, где мы все, одна семья. Душа. Это постигается душа. Душа пронизывает все тело, она неразрушима. Душа не меняется, когда меняется тело и растет. Личность остается то же самое. И постигается только через бескорыстную деятельность. Бхагавад-гита именно об этом говорит. Действуй, но думай не о плодах деятельности, а думай о Боге. Для Бога делай то, что ты делаешь, не для себя. И детей воспитывай для Бога. И замуж выходи для Бога. И женин для Бога. И работай тоже для Бога. И деньги зарабатывай для Бога. Только для духовного прогресса нужно все это делать. Это единственное, что нас отличает от животных, которые тоже тяжело трудиться. У них нет понятия религии Бога, нет понятия цивилизации. А все остальное есть. Еда, сон, совокупление, оборона. Какая разница? Только что мы едим в квартирах и возгордились этим, а они едят с земли. Та же самая еда, тот же самый сон, то же самое совокупление, та же самая оборона. Чтобы на самом деле отличаться, использовать человеческую форму жизни, это называется цитхармой начинается с религии. Вот это тоже цивилизованное общество. Религия это заповеди, которым нужно следовать, а не убеждения, которыми должны бороться с другими. Религии следуют, не используют для вражды. Если сказано не убей, значит не убей. Вот что нужно делать. Если сказано не прелюбодействовать, значит не прелюбодействовать. Вот что нужно, вот что такое религия. Мы говорим вот католики, вот православные, вот то, вот это, вот это все наше название придуманное умом, и мы начинаем конфликтовать, и всю жизнь тратим на бесполезные вещи. Мир возникнет тогда, когда люди осознают Бога и душу. Они просто будут называть себя христианами или мусульманами по названию. Следуйте, если выберите религию, это можно быть христианином, можно мусульманином, но не по названию. Можно действовать как настоящий мусульманин и настоящий христианин. А если нет сил действовать, повторяйте мантру, силы придут, мантра пробуждает внутреннюю энергию, сможем соблюдать принципы заповеди, у нас появятся ситхи. Если знаете какое-то имя Бога, повторяйте имя Бога, которое знаете. Если не знаете, берите все будет хорошо. Это не принципиально. Если вы уже вводили какую-то конфессию, можете оставаться в своей религии. Это не принципиально. Принципиально следовать тому, что там написано. И цель будет достигнута та же самая. Бог. У него много форм. Он безграничен практически. Это Личность. И имеет множество, множество экспансий, постасий. Это все описано в ведах. Даже приход Иисуса Христа описано в Бавиши Пуране за 3000 лет до его пророчества. Что придет как сын девственницы. Пища будет его молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. И милует Криш Тоша. Бавиши Пуране. За 3000 лет до того, как явится Иисус Христос. Сын Сын. А в Мухаммеде также написано в Бавиши Пуране. Все известно. Есть расписание. Когда приходят пророки значительные, когда аватары Бога, так же описывается, когда они куда приходят, не только на эту Землю. Вселенная для него полидеятельность. И много таких Вселенной существует. Эти Вселенные из выдоха Маха Вишны как пыль в воздухе. И мы живем только в один выдох этого Маха Вишны а Вселенная существует миллиарды триллионы лет сотни. Век Вселенной существует. У нас всего сто лет нет такого опыта. Нам нужно писание читать. Мы не сможем за сто лет научиться всему это сами. Мы получаем по цепи ученической преемственности представление обо всем мире, о Боге, о живых существах, о духовном измерении мира. Вот видите, все меняется. выдох маха Вишны Да, нужно закрыть все окна, что возможно будет ураган, бывают ураганы очень сильные, полчаса или 40 минут может быть ураган, сейчас не знаю, что будет, посмотрю. Иногда прямо вместе с домом все поднимаются и уже в другом месте выходят. Однажды вы видели, как дождь шел не так и не так, а вот так. Здесь мои бури, да. Деревья иногда падают, что сейчас будет, не знаю, уж как повезет. в святом месте если мы погибаем, все освобождаются. То есть тут не нужно ничего бояться, тут все благоприятно. Но вообще говорится, пока мы говорим о Боге, о душе, нам ничего не угрожает. Это момент в полной безопасности. Какие будут вопросы, пожалуйста? почему тяжело так вспомнить о том, что я душа, если... Почему так тяжело вспомнить о том, что я душа, если прошло не так много лет, как началась перьюга? есть дрова в разных состояниях дрова. Не все дрова годятся для того, чтобы их разжечь. Сры дрова не годятся никак. Совсем сыры, мокры, трудно использовать, трудно излечь огонь. Огонь есть там. Но вот качество дрова не подходит для этого. Их нужно высушить сначала. И пока дрова сыры, мы не можем, пока мы пронизаны вот этими материальными желаниями, материальным опытом многих жизней, которая накопилась, как пыль на нашем уме, ум-то мы сохраняем свой старый, тело получаем новое, а ум-то сохраняем старый. С опытом прошлых воплощений вот эту пыль нужно стереть все, как бы высушить дрова, говорится, чтобы воспламенилось вот это наше любовь к Богу. Когда дрова сухие, очень легко поджигать и огонь быстро загорается. И дрова высушиваются в присутствии огня, тем не менее. Поэтому общаясь с какими-то людьми, наполненными духовными знаниями, мы очень быстро приобретаем эти качества необходимые, чтобы вспомнить. Вспомнить себя, вспомнить Бога, вспомнить вообще, что это такое. Узнать вещи, какие есть на самом деле. Так говорится. Видеть, что на самом деле происходит вокруг меня, внутри меня. Сухие дрова. Не удивляйтесь, что трудно вспомнить душу. Просто сесть и вспомнить за один прием. Потому что многие-многие жизни мы соприкасались с материальной скверной. Рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть. Сейчас, если мы услышали о душе, это не означает, что мы уже не боимся смерти. Мы все еще боимся смерти. Я уже понял, что я вечная душа, но вот на меня на столе дуло пистолетом. не страшно? Значит, я что-то еще не знаю. Не все еще понял. На практике я еще не убедился в это. Значит, моя душа еще пока бездействует. Это лишь теория, теоретическое знание. Один про Хераника Шипу, другой про Господа Читарь. Про Хераника Шипу мы сегодня поговорили в предыдущей лекции. Потому что он заказал себе как бы бессмертную жизнь. Соответственно, он боялся, что его убьют. То есть, он понимал, что он как-то действует не так, но все равно продолжал это делать в связи с чем с бордостью или как завладел весь всем миром, но при этом был демоном. Еще первый вопрос. он боялся, что его убьют, значит, он понимал, что же делает что-то не так. То есть, он попросил у Господа Брама практически вечную жизнь, чтобы его никто не смог убить. Почему тогда? Он хотел завоевать вселенную таким путем. А благими делами? Он же был демоном. Демоны другим путем. Мы же сказали, из Гоадаса, Гоадаса, у них разные позиции. У демонов другая позиция жизни. Они не завоевывают мир благими делами, они завоевывают силой. их называют ракшицы. Они ведут путем силы, насилия, страха, внушения страха людям. Или дипломатии. Это совсем другой путь. Демоны идут другим путем. Есть божественная натура, есть демоническая натура. Им нельзя быть вместе никогда. Это две отдельные культуры. Сейчас люди не знают об этом, поэтому смешаны. Даже в браках есть. Разные природы сталкиваются, они не могут в этом жить в мире. Люди сейчас не понимают эти вещи. Забыли. Демоны должны жить с демонами, а божественной натурой с божественной натурой, чтобы был порядок. Хероника живу был демоном, поэтому он подчинил все, когда обрел эти ситхи. Добился своего. Был великим демоном. У меня к вам такой вопрос. Тяжело бросить курить. Как у вас взять помощь, ваше благословение? Как можно к вам подойти? Бросить курить? Не думайте, что просто ко мне подойдя бросить курить? Может еще хуже будет? Может после это пить даже начнет делать? После таких лекций бывает разный результат. Кто-то бросает, кто-то начинает. Кто-то расстраивается. Есть такие примеры, когда люди сильно расстраиваются, говорят, ну вообще в моей жизни мне ничего не светит, так что сложно оказывается. Разочаровываются иногда. Слишком много информации. Дело не в этом, не в курении, не в алкоголе. Не с этим нужно бороться. Не средства так же курите пока курица. Кто запрещает, что-то никто не запрещает. Все разрешено законом, все в порядке. Но просто заинтересуйтесь Богом. Все остальное придет. Вы сами бросите курить, забудете про это. Кто из нас раньше не курил, не выпивал когда-то до практики? Конечно все это было, мы же родились в этой культуре, мы все это наследовали, так же веселились на Новый год, с друзьями начинали курить в подворотах, все это было романтично, была реклама, Мальборо, знаете, это таинственный ковбой, всех привлекал, станешь мужчиной настоящим, если ты Мальборо закуришь, если еще чуть выпьешь, чуть пьяный, чуть-чуть такой, это настоящий мужчина. Навнушали этот образ, понимаете, вот этот образ, о последствиях никто не говорил, что будет потом. эта реклама была неправильной, нужна реклама настоящая, а последствия, что когда ты будешь курить, у тебя зубы искривятся, допустим, зубы нужно фотографировать и на рекламу. Водка означает, вот это вот, бомж лежит, он такой, значит, с бутылкой, вот это на рекламу нужно поместить, вот результат. Но нам внушали вот такой образ, знаете, такого смелого, такого современного мужчины, вот, теперь давайте сменим эту парадигму, вот в чем причина нашего сменим парадигму. Знаю, что женщинам труднее в 9 раз изменить себя. Мужчине легко. Женщине, она практически не поддается воспитанию. Только любовь ее воспитывает. Невозможно. Дисциплинарные меры не изменяют женщину. Мы знаем, что только наркомания, что только женская наркомания, о, это невозможно. Это сложнейшая вещь. И прочие вещи. Если женщина загуляла, все, вы не остановите ее. Только любовь. Это любовь к Богу. Она изменит все. Каждый. Вы мужчина, женщина. Заинтересуйтесь личностью Бога. Все, что требуется от нас. Остальное придет. Не надо отдельно бороться с курением, с алкоголем, с чем-то еще. Вот главную вещь нужно дать человеку. Душу. Сколько женщин в моем веку бросились из родной привычки, из ада вытащили. Откуда уже не вытаскивают никого. Воспевает Харе Кришна счастливый сейчас. Годы идут, а они забыли про все это, про все эти привычки. Никогда не возвращаются к ним. Никогда. Смотрите, никогда. Так как говорится, иди ко мне и никогда не возвращайся обратно. Никогда. Вот такая сила притягательная. Он же всепривлекающий. Давайте создадим, восстановим настоящий образ Бога. Это высшее живое существо. Это лучшее живое существо. Если мы этим привлечемся, все необходимое придет к нам. Ради кого-то мы сильны, ради себя мы слабы. Полюбите Бога все, что нужно. Причем здесь курение? Мы не против. Курите, ну и что? Ну сейчас все пьете, выпиваете. Хорошо. Почитайте Бога, вот это все, что мы хотим. Послушайте лекции. Поразмышляйте о жизни, давайте, пообщайтесь, и вы увидите сами, что произойдет с вами. Сами увидите. Сами все сделайте. какого карма падшей женщины? Возможно ли создать саттвичную семью? В каком случае давать милостыню? Да, два вопроса есть. Карма падшей женщины, ну, что такое падшая женщина сейчас, сейчас, все падшие, мужчины, женщины? Праведников практически нет в западном мире. Гуна добродетели в западном мире исчисляется долями процентов в настоящее время. Даже трудно привести пример гуны добродетели. Это нам нужно читать пураны, чтобы там оттуда извлечь какие-то примеры. В современном мире почти нет. Очень, очень слабенькое представление о саттве. Самая мощная гуна, ее сейчас почти не видно, самая чистая гуна. И хотите стать саттвичный брак? Нет. Харьер нама, харьер нама, харьер нама, вакео лам калау, настива, 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 гатираня, тха. Век кали вы придете к своей цели только одним путем, воспевая имя Бога. Никаким другим путем. Не думайте о семье сейчас, не думайте о себе, не думайте конкретно о детях, думайте о Боге. И все это все получат благо от вас. И ваши дети, и ваша семья, и ваши потомки, ваши будущие потомки. Вот о чем нужно думать. Потому что когда мы думаем о своих детях, о своей семье, мы думаем о себе на самом деле. Это все еще эгоизм, это все еще падшее состояние. Мы должны знать, что мы с наших детей к Богу должны привести, а не для себя их иметь, для своей старости, так сказать. Ничего не получим взамен, если так будем думать. А они нам не нанялись работать, как скажем. Или мне некогда. Сейчас дети и родители вместе практически не живут всю жизнь. Расходятся быстро. Потому что есть эгоизм у тех и других, у детей, у родителей, все эгоистичные. Соответственно, семья это совсем другое. Они не живут для себя, для своей славы, они живут для Бога. Поэтому создать святую семью, начните с себя. То есть нужна сейчас духовная практика. И когда вы почувствуете, что вот то, что вы пишете, карма падшей женщины, если вы считаете себя падшей женщиной, у вас большие шансы продвигаться духовно. это лучше, чем считать себя каким-то продвинутым человеком. То есть платформа для духовной жизни, практики, подходящая. Вы сможете интенсивно развиваться. Если думаете, что вам нужно лечение, если вы тяжелобольной, вы будете дисциплинированным больным. Да. И когда вы почувствуете, что все эти привычки у вас устранены, очень быстро они трансформируются, тогда вы сможете начать новую жизнь. Создать семью и прочее. что же вы хотите. Ну и удача придет. В каком случае давать милостыню? Однажды я давал милостыню. В Ленинграде-то было. Человек там сидел на земле, на тротуаре, просил деньги. Всякий раз, когда он проходил, ходил на работу, он там постоянно сидел. Я смотрю, люди-то бросают что-то. Ну я тоже бросил, ну что жалко, что ли. Человеку помощь какая. Он совсем вот в грязи, на асфальте. Лицо у него благородное вроде бы. Жалко его. Я пошел на работу, прошел с работы, и он там лежит, мертвецкий, пьяный. Я подумал, зачем ему это пожертвовать? Я ему помогаю просто деградировать. А потом это написано было в ведах. Есть пожертвования в гоне невежествия, в гоне страсти, в гоне добродетельства. В гоне невежествия мы не знаем, кому даем. Мы даем, а человек не может правильно использовать. Берет, напивается просто. Это плохое пожертвование, в невежествии. Пожертвование, но невежествия. В страсти мы даем пожертвования на показ, чтобы все увидели, что я благородный человек. Ожидаю благодарности или что-то взамен. Это в страсти. Мой престиж от этого зависит также. А благости мы это делаем, знаем для кого, и в тайне. Не на показ. От сердца это делается. Поэтому нужно идти достойную личность, чтобы давать пожертвование. Да, пожалуйста. Я уже третий раз был в Индии, два раза в Майпуре, но сейчас второй раз и один раз в обрендовании. Вот. И мне все еще задается вопрос, какой правильный настрой должен быть в святом месте, как себя правильно вести и о чем нужно думать, о чем молиться, о чем не надо думать. Как вы видите, здесь устроена жизнь, необходимая для паломников. Вот есть храм, и нужно посещать его. В центре. В центре расписания храма должно быть. Подниматься пораньше, сразу идти в храм. С утра. Прямо внутреннюю службу. И так каждый день, пока мы паломничные это делаем, слушать лекции, которые даются, там читают священные писания. Чемат-багва там каждый раз читается, по вечерам так же. И тут сейчас пари храма, тут насыщенно очень. Восвивать киртаны, здесь погрузиться, здесь просадок можно больше. Ни с кем не ссориться, никого не оскорблять, всех уважать. Поддерживать чистоту пару раз в день омываться. Очень просто. Все тут уже организовано. Если этому последовать, мы максимальную пользу получим. За несколько дней даже. Конечно, буду очень удачливо, если в такое место попасть. Это не святое место, не думайте, это маха, маха, маха святое место. Это тхама, это не тиртха. Святое место, это тиртха, где святые люди живут, или полубоги спускаются. Это место явления Господа. Вриндава Майпура. Это тхама, это посольство духовного мира здесь. То, как вы здесь повторяете Харе Кришна, вы нигде не сможете так повторять Харе Кришна, как здесь, в этом месте. Здесь это в сотни раз больше блага приносит. Если еще в Ганге омываетесь, оуф. Я думаю, что ваша жизнь уже испорчена. Материальная. Что вы же какой-то вкус получили. Вот подумайте еще раз последним. Как будете жить дальше, потому что это самскара пожизненная, то, что здесь получаете. Очень глубокая. Одна знакомая женщина, когда я присоединился к движению, это было в 85-й год. У нас была единица в России тогда. И очень хорошая, молодая девушка тогда была. Она уже повторяла Харе Кришна несколько лет. Она мне рассказывала об этом. Но потом она ушла. Как мы говорили, ушла в мае куда-то. Она больше не общалась. Не знаю, что она повторяла, не повторяла. И через где-то 7 лет я встретил ее где-то. Где-то в Новгороде. Она пришла на мою программу. Я ее узнал сразу же. Она меня тоже. Но она специально пришла. Я очень обрадовался, что я от нее очень много получил хороших вещей. Ну, разговаривали, как дела и все такое. Потому что, как братья и сестры, по жизни уже вы тут не можете. Она говорит, вот мы, отошедшие, есть отошедшие, мы знаем все ваши проблемы, практикующие. Что мы практиковали? А вот вы наши проблемы не знаете. Я говорю, ну, какие наши проблемы? Говорит, ваша проблема в том, что вы не можете помнить Кришну постоянно. Я говорю, да, точно. Вот мы пытаемся, но ум куда-то уходит. Вот мы боремся с этим. Как же помнить Кришну постоянно днем и ночью? Самадхи обрести. А ваши проблемы? Я говорю, какие? А наша проблема, что мы не можем забыть его. Я говорю, пыталась и так. И она говорит, что только не делала. Говорится, что когда человек искренний не может помнить Кришну, Кришна сам напоминает ему об этом. Что-то мы можем, что-то не можем. Ну и что? По сути, мы ничего не можем. Сами по себе. Мало что можем. Нам нужна какая-то способность, нам нужна какая-то милость. Мы должны что-то иметь, чтобы что-то мочь. А так вот, и за Бог все может. Если мы настроены на служение Богу, Он все может для нас делать. Он все может для нас делать. Себя может отдать. Это самая бескорыстная личность во всех мировах. Бог. Самая чистая. Самая любящая. И, конечно, есть ужасы кармы, которые мы видим здесь. Ужасы кармы. Это наши. Наши творения. Человеческие вот эти. И иногда говорю, куда Бог смотрит? Наверное, Бога вообще нет. Такие столько злодеяний вокруг. А Он говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Это все быстро пройдет. Просто вспомни меня и все пройдет. Оставь все эти виды религии. Просто предайся мне. Я тебя лично защищу от всего. Не бойся ничего. Вот в чем смысл этой религии. Оставь все и предайся Богу. Он лично тебя защищает. Отлично. Но стань преданным. Посвяти ум, разум, чувства. Он называется Утамашлока, потому что о нем говорят только стихами. Невозможно в прозе говорить о Боге. Всегда это музыка. Всегда это красота. Это великое вдохновение. Все таланты исходят из божественного источника. Вся красота оттуда же. Все великолепие оттуда же. Если мы имеем какую-то процедуру, какие-то способности мы должны знать все это тоже от Бога. Поэтому надо использовать служение Богу. Честно. Если есть вопросы, пожалуйста, 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 еще. Я хотел бы поблагодарить вас за ваши лекции. Очень много в своей жизни изменений. Благодарю вам. И спросить хотел, мы много говорим о гунах, невежество, страсть и в том числе благости. В каких-то лекциях вы говорили, что есть понятие над гунами выйти вне гун. Можете пояснить немножко, что вкладывать в это в каких моментах? И второй вопрос. Можно ли служение как фундамент, основа для вообще улучшения в жизни окружающих, своей жизни совместить с трудовой деятельностью, чтобы выполнять долг, харму, свою харму? Это искусство деятельности, верно. Свою работу мы тоже используем в служении. Прямо или косвенно. Например, вы едете на работу, но сюда включается также и то, что вы должны выйти из дому, сесть в транспорт, проехать какой-то путь, время затратить на это. Это все относится к тому, что вы связаны с работой. Вот эта деятельность прямо не связана с работой, прямо, но косвенно она связана с работой. Также, если мы говорим о служении, то все связано с служением Богу. Но если не прямо, то косвенно. Например, работа, если я работаю, и моя работа прямо с Богом не связана, но я получаю зарплату, я использую на свое духовное развитие. Все, значит, она связана с Богом. Видите? Это йога называется связь. Мы находим эти возможности связать все с Богом. Вот так мы строим свою жизнь. И тут баланс нужен. Чтобы с Богом связать, это сознание связывает. Сознание под этим достаточно нужно слушать, повторить, чтобы мое сознание было в порядке. Это главное. если сознание в порядке, то йога работает. Если я забываю про Бога, это уже карма, это не йога. Ведь это вопрос сознания. Одна и та же деятельность может быть кармой, а может быть путем возвышения. Если я могу думать о Боге и для Бога делаю, это пропасть тем, что я делаю для себя, для своей славы, для своих денег. Это разные отношения вообще с миром. А деятельность то же самое. Как нож в руке хозяйки. Он полезная вещь. А в руке убийцы опасная вещь. Один и тот же нож. По-разному настроение определяет это. Поэтому нашу работу, нашу семью мы прямо любозно связываем все равно с духовным, с Богом. Для этого мы поддерживаем свое сознание Бога. Что касается гун природы и над гунами. Гун и природа это материальная среда. Здесь есть гун облагости, здесь что-то чистое, хорошее. Есть знание, есть какое-то тоже счастье. Это все из гун и благости источник исходит. Две их характеристики главные. Это знание и счастье. Вот они вместе. Когда вы чувствуете прилив какого-то откровения, осознания вещей и чувствуете беспричинное счастье, это сатва. Это редко бывает в нашем мире сейчас. Обычно нужно сильно успокоиться, как-то, знаете, отвлечься от всего, как-то расслабиться, что ли. Иногда просят помощи какого-то инструктора, что сам человек не может расслабиться, как-то оторваться от их ощущения. Или при помощи мандры, или при помощи священных книг, когда мы погружаемся туда, вдруг чувствуем этот покой, вот это сатва, вот медитация, погружаемся туда, это хорошо, счастье, прилив знаний, такая уверенность идет. Тем не менее, эта сатва мирская, она осквернена страстью невежности, примесь, она материальна. Нам приходит гордость того, что я ученый человек, я счастливый человек, я превосхожу многих других, чувство превосходства остается. Поэтому она тоже постепенно стягивает вниз, когда человек становится высокомерным, он снова падает в страсть невежности, поэтому гуны вращаются эти. вот как четвертое колесо. Кто-то идет наверх, а тот-то тут же идет вниз. Один и тот же круг, видите. Вот это вот гуны, материальные, они вращаются. Достигаете сатву, постепенно падаете вниз. Снизу снова, да, грешники, как пьяницы и блудницы ближе к Царству Божию, да, они вот каются, они что-то делают такое к Богу, и они поднимаются. А эти гордятся первосвященники, они снова падают, видите, они как гробы, сверху красиво, а внутри полный нечистот, вот это вот так вот все вращается, переворачивается все. Это гуны так действуют. Над гунами находится человек, который полностью свободен от зависти, жадности и похоти. Когда нет этой скверны, вот тогда над гунами выведет душу, которая находится в круговороте рождения и смерти в этих гунах. Вот она, тела меняет. Мы что-то делаем в этой жизни, мы новое тело создаем таким путем себя. Вот что происходит. Теперь давайте делать это для Бога, и не будет у меня нового материального тела, не будет нового рождения и смерти, я обрету духовное бытие свое изначально, вернусь, что я душа. Сейчас себя отождествляю с телом, я женщина, я мужчина, вот с этим как бороться, не будет. Сложная вещь очень, а? Как от этого вот, оторваться от телесного представления? Это отождествление. Сейчас мы должны вспомнить себя через деятельность в служении Богу. Это над гунами природы. Это над гунами природы. Вера в гуне не вежество, это вера в призраков и духов религии. И черная магия также находится. Вера в страсти, они верят в сильных мира из всего. Это великие политики какие-то, великие лидеры искусства, культуры, так же. Ученые великие, это все в страсти происходит. Люди поклоняются буквально им. Вера в благости в полубогов, в стихии природы так же. Но вера в Бога чистая, она вне гун природы. Над ними. Потому что Он вне гун природы. Он расположен в чистой сатве, говорится, в вечности знаний блаженства. У меня тоже два вопроса будет. Первый вопрос, ну это просто мне непонятно. Читаешь сочинное писание, и там, в принципе, в Бога в Диете написано, что если в момент смерти думаешь о Боге, то возвращаешься к Богу. И иногда, когда слушаю разные лекции, то кажется, что все довольно просто. Думай о Боге, и ты вернешься к Богу. Или там, вкушай просады, твоя жизнь изменится. Но с другой стороны, иногда слушаю лекции и понимаю, что возвращение к Богу не настолько простое. Например, в следующей жизни еще как минимум надо будет родиться мужчиной или еще что-то. Все-таки возвращение к Богу, оно просто думай о Боге. Вернешься к Богу, или это некий более сложный путь? Есть восходящий процесс к Богу, когда я вот своими усилиями это делаю. Вот я использую лестницу йоги для этого. Как вы говорите, вот я, если женщина, то в следующей жизни стану мужчиной, потом стану браманом, потом мудрецом, потом поднимусь на высшие планеты и постепенно, так, шаг за шагом я достигну духовного измерения. Так? Это вот теоретическое такое представление о лестнице йоги. Вот как можно подниматься в этой структуре как бытия устройства Вселенной, также вот этих чакр, энергии, которые связаны с ними. А есть путь нисходящий. Я прошу о помощи. И меня выдергивают. Что выбираешь? Сочетай то и другое. Старайся и проси о помощи. Когда ты повторяешь имя Бога, ты должна простить, умолять. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Гарея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Гарея. Как плачущий ребёнок зовёт мать. Это твои усилия и восходящий процесс. И нисходящий тоже сработает. Он не сможет это слушать равнодушно. Если ты искренне это просишь, ты зависишь от него. Он вмешивается сам. Поэтому сочетает то и другое. Это называется Садана и Крипа. Садана — мои усилия, а Крипа — это просто милость, поддержка. Так в этой жизни ты достигнешь совершенства. Не важно, мужчина или женщина. Ты же душа. Так, следующий. Там была рука в конце. Уже утром вдруг случилась такая штука. моя комната резко осветилась солнцем. Стало очень легко. И я услышала чётко голос, который... Вы эту фразу представили? Я же сразу приснулась. А Бог — это не мужчина и не женщина. Бог — это любовь ко всему живому. И потом всё исчезло, и тело моё снова такое же стало тяжёлое, как и было раньше. И вот я хочу спросить. Вообще, откуда это? Кто это? Шизофрения, может быть? И вообще, ну, я думаю, что не одна же такая. В принципе, у всех какие-то помощники возникают, в каких-то случаях странных. Кто это? Вот такой вопрос. Если... Говорю, если это шизофрения, то я похожа в тяжёлой форме. У меня тоже много откровений. Почти каждый день. Но с того момента, когда я стал практиковать особенно это, стало каждый день что-то происходить. А тогда у Арджуны большие проблемы в один из того, и вага ваткит, он видит вселенскую форму, а там ещё круче. Я думаю, это хорошее откровение, то, что было у вас в сердце. Это было просветление, момент просветления. Это хорошие, как бы, слова, Гори скажут, что Бог не мужчина и женщина. Веда говорит, ниргуна, он не имеет материальных качеств. Но он одновременно имеет всё. Но не как мы. Он источник наших чувств, но у него другие чувства. Выше. У него нет рук и ног, но у него прекрасная походка. Описывается такое. Это о Боге речи, вы представите. Очень сложная штука. Почему? Потому что у него нет таких ног, как у нас, из костей мяса. Но, говорит, везде его руки и ноги при этом. И у него прекрасная форма. И она называется безграничная, потому что, если просто форма, она ограничивает его. Это уже не Бог. Он же безграничная. Как форма? Форма она ограничивает. Ананта-руб, она безграничная форма. Как вы это представите? Одновременно он и мужчина, и женщина. Но он не мужчина, и женщина, как мы это понимаем и видим. Он духовен. Он не мусульманин, не христианин, не русский, не индуист. Он духовен. Его постичь можно через самоосознание. Мы частичка Бога, по образу и подобию. Если мы постигнем душу, мы сможем понять природу Бога. Себя, через себя. Если я себя отречисляю с телом, с какой-то религиозной принадлежностью, это одно. Если я себя отречисляю именно с частичкой Бога, вот это успех. Это очень хорошая реализация, то, что вы слышали, что Бог, ни мужчина, ни женщина, он духовен. Но откуда здесь мужчина и женщина, эти прообразы, по образу и подобию? Там есть такие существа в духовном мире, но они по-другому устроены. Это не то, что мы думаем, там нет похоти, что здесь мученная женщина воплощение камы. Там нет камы. Там према. Там воплощение любви. Там нет эгоизма ложного. Женщина — это воплощение ложного эгоизма. Мужчина — это воплощение ложного эгоизма. Они друг друга используют для чувства наслаждения материальной милиции. Зазывают это браком. А когда они могут удовлетворить друг друга, расходятся? Вот и вся любовь. То есть, это отраженная любовь. Это тоже любовь, но она не совершенна, она отраженная. К ней нужно еще прийти через тхарму, через религию, через обязанности, через верность, через целомудрие. Это трудная работа. Смотрите. А, там спонтанный мир, там нет никаких трудностей. Потому что нет похоти. Не с чем бороться. Там другая жизнь. Жизнь вечности, блаженстве и знаний. Там потрясающие события происходят каждое мгновение. Алина Кришна, а поделитесь, пожалуйста, своим первым прибытием вот в Малифорде сюда, что вы делали, о чем думали, как вы вообще жили здесь? Майяпур. Когда мы приехали первый раз в Майяпур, здесь ничего не было. Сейчас вы видите город. Здесь везде были рисовые поля, кругом. Ни одного мотора, механизма не было вообще. Это было что-то. Мы жили в Соломиных хижинах. Здесь. Саматхи пропады только начало строиться тогда. Комаров. В спальные мешки у нас были. В спальных мешках всегда ящерицы бегали. Мы их выбрасывали. Каждое утро мы бегали в храм в этот Радамадовый. И как сумасшедшие там прыгали на киртаны. Помню. О, мы с ума сходили от киртанов. А потом нам сказали, берите Мриданги и Карадалы нам русским в группе. Идите по этой дороге вдоль Ганги. Туда, в сторону Надвипы. Там какие-то деревни, деревеньки были. Там ничего не было вообще. Кругом ничего не было. Вообще представьте. Просто свободно вот эти жаворонки. Ганга течет. Тишина. Вот эти звуки. Какие-то певцы в храмах. Еще не было такой, значит, озвучки. Электричества почти не было. Видите, идите туда. Вот там люди вас увидят. Пойдите кирта туда. Мы провели там хоринаму. И в России мы проводили тоже хоринаму тогда. Они заканчивались каждый хоринаму в милиции заканчивается. Сюда фургон подъезжал, нас приглашал потом и в отделение забирали. Любая хоринама как нарушение общественного порядка расценивалась. Ну и что там, какая-то секта, что-то там вот такое вот кришнаитское, опасное. Американское, считали, тогда может быть сырует еще. Тогда не могли разобраться в политике, что это вообще заявление такое. И мы привыкли петь, знаете, как выходить, как бороться, бороться, вот как война. Харе Кришна, Харе Кришна, так, знаете, чтобы пробило всех. И в милиции и все такое, в такое настроение это делали. И мы вышли на ту дорогу в таком же настроении. Бери в каратал, имриданги и пели громко, чтобы все пробить и услышали, что Харе Кришна нужно повторять и прочее, прочее, прочее. И вдруг мы видим люди, местные, видят нас, падают на землю перед нами, катаются в пыли, касаются наших столб и все заливаются слезами. У нас сразу изменилась гумна мгновенно, потому что они нас видят. А они слышали пророчество, это говорил Маха Прабу 500 лет назад, что придут русские и другие и они будут воспевать свет имена Кришны и по всему миру это распространится. Они плакали на взрыв. это, смотрите, это говорил Маха Прабу, это происходит сейчас. Этот храм еще даже не планировался, который сейчас уже видите, куполайте. Уже больше 100 миллионов долларов, откуда деньги у нас, скажите? Весь мир помогает сейчас. Это что-то случилось, я не знаю, как это будет. У нас движение еще такое, знаете, это движение мощное, но мы еще не настолько могущества, чтобы делать такие вещи, и это происходит. Уже город построили здесь, смотрите, духовный город. Сюда люди пришли специально воспитывать детей, здесь есть школы духовные, они специально бросают все, чтобы детей здесь воспитывать. Хотя бы один год, чтобы мальчик или девочка здесь пожили, поучились, уже на всю жизнь отпечаток благости мощный. Все только мечтают об этом. Это место становится сейчас все более и более значимым в мире, особенно с постройкой этого храма, это будет видически планетарий, будет показана вся эта концепция, физическая концепция устройства Вселенной. Такого нигде нет. И люди здесь очень добрые, бенгальцы. Здесь особая атмосфера. Мы сегодня переплывали в Джалангу здесь. всякий раз я удивляюсь, это чистая речка, она раньше еще чаще была, конечно. Да, я стою в лодку и вижу прозрачную воду с этими там подводными ландшафтами, зацелями. Сверху эти деревья пышные, вот эта ганга, слияние, слияние две реки, это особенно усиливает святое место, слияние двух рек. Меня очаровывает вся эта среда. кто-то запустил дрон, чтобы снимать нашу переправу. Меня очаровывает эта Джаланга, а местные жители очарывают дрон. А я на нее уже смотреть не могу , этот дрон. На все эти штучки уже смотреть не могу. А, это красота. Дельфины плавают. Их раньше было больше, чтобы было меньше моторов. Вы будете в ганге рядом с дельфином. Или змея, как это проплывает, говорит, а-а, хребовый. Или труп проплывает человеческий. Все это мы видели. Раньше это было. Так все просто было здесь. Что нас зашокировало, это простота. Я тут впервые увидел кремацию собственными глазами. И в этот момент, когда тело было испепелено, я осознал, что я не это тело. Это, как говорится, каждый, кто увидит кремацию, в конце осознает ясно этот факт. Я не это тело. Но женщинам запрещено смотреть кремацию. Это отражается на их психике, на родах. Это запрещено для женщин. Они сидят за ширмой на этой церемонии. Не смотрят. Мужчины могут. Открыта кремация в огне. Человеческое тело нужно кремировать. В пепел и в гангу. Все. Это то, что мы видели. И, конечно, мы были очарованы и гангой тоже. Если в ганге просидеть полчаса, вы почувствуете, что у вас нет тела. Оно мывает даже тонкое тело. Особое нечто. Это необычная река. Не знаю, может быть, сейчас прохладно, так долго сидеть в ганге. Но мы иногда подчас находились в ганге. Это опыт уникальный. Если даже просто трижды окунетесь в гангу, вы уже смоете много кармы. Но самое важное, когда вы встречаете святого человека и общаетесь с ним в этом месте, это заменяет тысячам омени в ганге. Если при этом вы еще едите про сад, каждый день, ну и так далее, то много блага. Важно не потерять это. Читайте Бхагавадгиту, читайте, повторяйте имена Бога, какие знаете, Харе Кришна или что-то еще, как уж убираете ваше сердце. Просто делать надо это. Иначе снова забудем все. Это большой плюс к нашу судьбу, то, что мы посещаем святые места. В любом случае. Смываются грехи. Когда я первый раз попробовал просад в Ленинграде было в 85-м году, на меня это так подействовало, что я подумал, что я полностью очистился. Все, я уже ел просад, я чистый. Но потом мне сказали, нет, надо каждый день есть просад, только просад нужно делать. Говорю, как? Так я же уже ел просад. Я же очистился. Говорит, нет, нет, теперь нужно каждый день это делать. Не нужно новую карму набирать. Также здесь мы что-то приобретаем, поддерживайте это. Не спускайтесь вниз, обратно. Только пес возвращается, говорит, к своей плевотине обратно. Так Христос говорил. Человек не должен. Если он возвышается, не должен опускаться обратно. Поэтому на нас есть ответственность, если мы принимаем что-то духовное, нужно держаться. на плаву. Настройка на святую Дхаму, чтобы она открылась, просто Харинама. Просто Харинама. Только Харинама. Вы даже в аэропорту пели, я же видел все. В аэропорту вообще дебош устроили. Беспредел какой-то, да. Какая-то банда русская вообще. Русских куда не запусти устроить что-нибудь, да. Беспредел. Мы должны, мы должны поменять, мы должны помочь. Дебе. А что хотите делать? Харинабе? Харинабе, да, получить разрешение. У нас сейчас очень трудно это в Самаре. В Самаре? Да все будет хорошо со временем.